Если вам необходимо подключиться самостоятельно и задать свой вопрос, пожалуйста, также пишите Марии Сергеевне Дубышевской, она также вас подключит, она включит вам звук, если у вас есть камера, пожалуйста, включайте камеру, она также ее включит, и мы сможем с вами пообщаться. Значит, мы построим нашу беседу таким образом, я думаю, что вы с программой более-менее уже хорошо знакомы, изучили ее сайт, поэтому буквально минут десять я расскажу об основных особенностях программы. После этого Марина Владимировна расскажет о том, как на программу поступить, какие особенности о военной кафедре, она у нас существует. Потом выступят наши студенты, они поделятся впечатлениями о программе, вы можете, собственно, и им задать вопросы, то есть мы все интерактивны в данном случае. И в конце, после этого вы сможете, если мы не успеем, вы сможете продолжать писать личные сообщения Марии Сергеевне, мы буквально на минуту отключим наше видео, при этом трансляция продолжится, чтобы поменять участников, то есть следом за нами будет презентация образовательной программы «Мировая экономика», и мы передадим слово руководителю образовательной программы «Мировая экономика» Алине Вячеславовне Щербаковой. Итак, давайте начнем. Меня зовут Щербаков Денис Аркадьевич, я руководитель программы двух дипломов НИУШ и университета Кенхи «Экономика и политика в Азии». Значит, это бакалавриат. Это бакалавриат на английском языке. Вообще, на сегодняшний день, как я уже говорил, и по мнению посольства Кореи, и по мнению других посольств, это единственная программа с вузом-партнером из стран Восточной Азии, которая существует в России. То есть некоторые вузы нашей страны пытались сделать эту программу, аналогичные программы с вузами-партнерами из Восточной Азии, однако у них пока эти попытки не увенчались успехом. На мой взгляд, здесь основная вещь, почему, собственно, у нас это получилось, потому что Высшая школа экономики – сильный вуз, сильный вуз, который известен в странах Азии, и в странах Азии Высшей школе экономики доверяют. Вот, у нас забалансированный фундаментальный прикладной учебный план, разработанный с учетом опыта ведущих университетов Азии и США. У нас и по требованию корейской стороны и самостоятельно, Вы знаете, что без языка, в принципе, общаться с азиатскими партнерами достаточно сложно. У нас самый интенсивный в России курс восточных языков, он составляет 18-20 часов в неделю. Пожалуйста, приходите, смотрите учебные планы и у нас сравнивайте эти учебные планы с вузами других стран, и Вы увидите, что действительно у нас самый интенсивный в России курс восточных языков. А еще одна отличительность, особенностью, и, надеюсь, родители это понимают, что это такое, у нас нет семинарских групп. О, у нас нет, я прошу прощения, у нас нет лекционных групп. Вот, у нас все занятия проходят в группах от 25 до 30 человек. То есть, они поэтому и называются лекционно-семинарские занятия. То есть, у нас нет лекций, где приходит по 200 человек, люди на задних партах плохо слышат, кто-то спит и так далее. У нас преподаватель в состоянии всегда мотивировать студентов, общаясь именно с аудиторией, максимум в 30 человек. Вот, поэтому увеличивается качество программы и поэтому увеличивается интерактив. Мы работаем по международным стандартам обучения, но это не значит, что мы не работаем по каким-то российским программам обучения. Наш ВУЗ — это национальный исследовательский университет, он подчинен правительству, он подчинен государству. Буквально несколько недель назад, две, по-моему, или три недели назад, наша программа получила государственную аккредитацию. Государственную аккредитацию мы прошли в очередной раз без замечаний. То есть, первый раз мы ее проходили, когда программа открывалась. Сейчас мы ее проходили, вот подтверждали, что программа хорошая. Вот, у нас все дисциплины, кроме обучения восточным языкам, преподаются на английском языке. Вот, в результате студент получает два диплома ведущих университетов России и Азии. А также еще одной отличительной особенностью нашей программы является то, что помимо основного диплома выдается приложение к диплому университета Кенхи о дополнительной специализации. Значит, что конкретно получает выпускник нашей программы? Это диплом по специализации зарубежной региона ведения. Причем это может быть Китай-ведение, Корея-ведение, Япон-ведение или исследование стран Юго-Восточной Азии. То есть, у нас две основные специализации – исследование стран Восточной Азии или исследование стран Юго-Восточной Азии. Приложение по специализации International Studies. То же самое, то есть, International Studies и зарубежное региона ведения – это одно и то же, просто перевод на английский язык. По тем же самым странам – Китай, Корея, Япония, Малайзия, Индонезия, Вьетнам. А также приложение к диплому университета Кенхи по одной из дополнительных специализаций. Это международный бизнес или международные отношения. Еще одной важной специфической особенностью нашей программы является то, что все студенты в течение третьего года обучения проходят стажировки. Это обязательные стажировки в Китае, Японии, Малайзии, Индонезии и Вьетнаме. Первый семестр третьего года обучения – это языковая стажировка в стране специализации. А второй семестр – это продолжение теоретической подготовки в университете Кенхи на факультете зарубежного регионоведения, который является основным партнером нашей программы. Собственно, немножко о партнерах. Как вы видите, партнеры программы, они под стать университетом Кенхи. Университет Кенхи является одним из ведущих университетов в странах Азии. В Китае университет Фудань, он вообще является одним из мировых лидеров, так же, как и у Асада в Японии. То есть эти университеты также не нуждаются в особом представлении. В Малайзии, Индонезии и Вьетнаме Кенхи подобрал нам партнеров – это национальный университет Малайзии, национальный университет Индонезии и вьетнамский национальный университет Хануэ. То есть это национальные университеты, которые, в принципе, являются аналогом МГУ или высшей школы экономики, которая также является национальным университетом. Что вам необходимо знать для правильного выбора образовательной программы? Но это на наш взгляд, может быть, вы как-то мыслите по-другому, но на мой взгляд, нужно вам знать примерно следующее, чтобы правильно сделать выбор. Узнать, кто учится, как учится, кто и как учит, кто оценивает знания, чему учат и зачем это нужно в принципе. Что с этим потом, с этим образованием можно делать? Значит, как учиться на нашей программе? Учебная неделя составляет 6 дней, это понедельник, суббота. Как я уже говорил, у нас нет, у нас все занятия, это лекционно-семинарские занятия по 25-30 человек. Значит, языковые занятия у нас по 8-10 человек. На самом деле, сейчас в группах студенты не дадут соврать, я думаю, что у нас даже 7-8. Многие группы у нас по 7-8 человек. Значит, у нас примерно 8 часов академической аудиторной нагрузки, то есть 8 академических часов, ну это примерно 7 часов студенты проводят в университете. Ну сейчас это онлайн обучение, это вынужденная мера, да, но в целом всегда студенты проводили где-то с 9 до 3 до 4 часов в университете, включая перемены, включая, я не знаю, там, перерывы там на обед и так далее. То есть в целом это 7 часов. Но часто студенты задерживаются, потому что на программе, помимо всего, есть факультативы, например, факультатив по английскому языку, его убирает на первом курсе 70-80% студентов, вот чтобы продолжить обучение по английскому языку. У нас есть так называемые TA sessions, teaching assistant sessions для студентов, которые чувствуют слабину в какой-то из дисциплин, например, в таких дисциплинах, как экономика или математика. То есть их поддерживают студенты старших курсов, не обязательно даже наши программы, это могут быть и студенты МИЭФ и других программ. У нас постоянно проходят визиты в посольство, почетные лекции, мастер-классы, они обычно проходят с 6 до 7 вечера, с 6 даже иногда до 8 вечера. У нас работает студенческий научный клуб, летние школы, и у нас со второго курса организуется практика в компаниях. Вот я думаю, студенты более детально о практике, они уже сейчас, кто-то из них ее посещает, я думаю, что они могут детально об этом рассказать. У нас огромное количество совместных внеучебных занятий, начиная от дня рождения вышки, заканчивая, я не знаю, студенческим Новым Восточным Новым Годом, который ежегодно празднуется на нашей программе. В каникулы студенты также не сидят спокойно, они постоянно, и мы им это организуем, они ездят на летние школы. Вот первый студент, например, Максим, который на фотографии, который сегодня с нами, он съездил в Китай, он может поделиться этими впечатлениями. Также есть студенты, которые съездили и в Корею, и в Японию. Все эти студенты, большинство, по крайней мере, студентов, которые на этих фотографиях, это наши студенты. Кто учит, кто оценивает знания? Значит, у нас на программе 32% преподавателей, мы недавно проводили оценки, как раз в связи с аккредитацией, это преподаватели университета Кенхи, имеющие зарубежную ученую степень. Еще 48% это штатные преподаватели Нью-Шей, имеющие степень либо зарубежную, либо нашу российскую степень, кандидаты или докторы на университет. 9% наших преподавателей это представители компаний-работодателей, у нас на программе, например, работают такие, входящие в совет директоров, компания Кимберли Кларк, вице-президент по маркетингу, например, и старший директор по финансам работает у нас на программе. И ведущие преподаватели, которые не имеют научной степени или ученой степени, но это в основном высококлассные преподаватели восточных языков. Я думаю, что вы все прекрасно понимаете, что те преподаватели, которые учат восточному языку, не обязательно должны иметь ученую степень. Чему у нас учат? Значит, первый курс посвящен в основном адаптационным дисциплинам, немного дисциплинам основной специализации и проекту Data Culture. Второй курс у вас продолжается и на процентов на 60, на 70 это дисциплины основной специализации, потом добавляются дисциплины дополнительной специализации, о которой я говорил раньше, это Global Business или International Relations, а также на втором курсе вы пишете курсовую работу. На третьем курсе у вас продолжается дисциплина основной специализации, дисциплина дополнительной специализации. Вы выполняете в университете Кенхи проекты Capstone Design for International Studies, которые разработаны по заказу, они разработаны университетом Кенхи специально для зарубежного регионоведения по заказу Министерства образования и науки Республики Корея. На четвертом курсе вы возвращаетесь в Россию после третьего курса, вы изучаете, продолжаете изучать уже немного дисциплины основной специализации, весь основной путь у вас пройден. У вас, мы продолжаем вас готовить к тому, чтобы вы хорошо написали выпускную квалификационную работу для этого, у вас есть научно-исследовательский семинар. На первом курсе у вас есть такой предмет, как Academic Writing, который начинает и позволяет вам писать курсовую работу, а на четвертом курсе это научно-исследовательский семинар. Потом студенты идут на преддипломную практику, практика составляет 4-6 недель, и вы пишете выпускную квалификационную работу. Если вы с этим совсем справляетесь, собственно, вы получаете два диплома, диплом НИУШ и диплом Университета Кюнхи и приложение к диплому Университета Кюнхи. Дополнительно те, кто будут изучать языки, отличные от корейского языка, то есть это японский, китайский, малайский, индонезийский, вьетнамский, получат также сертификаты об обучении восточному языку в этих странах. Зачем это нужно? Зачем вообще нужна такая профессия, как регионовед? Регионовед – это специалист высокого класса, он обладает прикладными знаниями в области экономики и политики изучаемого региона. Безусловно, он знает специфику ведения бизнеса и особенности менталитета страны специализации. Он владеет свободно как минимум двумя иностранными языками. Иногда наши студенты решаются на то, чтобы изучать и третий восточный язык, но я бы не советовал, пока они не освоятся окончательно, не убедятся в том, что они хорошо успевают по основным предметам, чтобы не завалить основное обучение. Чем занимается регионовед? Вы знаете, профессия регионовед, она очень универсальна, но она в любом случае будет связана со странами Азии и должна быть связана, или со странами того региона, который вы изучаете. В данном случае мы говорим об Азии, но представьте, что вы, например, руководитель культурного центра и вам нужно пригласить мегазвезду из Японии, или наоборот, восходящую звезду из Японии. Вам понадобится специалист, который владеет корейским языком, который может это организовать, который просчитает бизнес-план, который проведет успешные переговоры с японской стороной и все это сделает. Выпускники программы могут быть задействованы на госслужбе, в компаниях, в международных отделах банков, они могут быть задействованы в аналитической и экспертной сфере, и в журналистике, и в научных центрах. Их могут приглашать как экспертов. Мы регулярно, собственно, как знатоки уже региона, как регионоведы, большинство наших преподавателей выступает и ведет экспертную работу везде. Безусловно, мы ждем наших выпускников в перспективе к нам в качестве преподавателей на программу. Мы нуждаемся в специалистах, потому что специалистов по странам Азии действительно разбирающихся достаточно немного. Вот, собственно, те организации, которые уже сейчас проявили интерес к нашей программе, которые прислали нам письма, с которыми мы заключили соглашение о стажировках и практиках. Вот, из последних, которые я вот помню, с которыми мы заключили, которые у нас лекцию читал представитель компании «Корейские железные дороги». Вот, этот список, безусловно, будет расширяться. Многие письма поддержки вы можете прочитать на сайте. Договоры о практике мы не вывешиваем, просто из соображений конфиденциальности. Но если кому-то нужно, пожалуйста, приходите, смотрите, ну, точнее, не приходите, а присылайте информацию на почту. Мы будем рады вам показать, что эти договоры о практике действительно заключены. Из других преимуществ программы у нас, безусловно, свободный выбор абитуриентам языка в рамках специализации. То есть это либо корейский, японский, китайский, либо малайский, индонезийский, вьетнамский. У нас новейшая методика преподавания восточных языков. У нас большой пул англоязычных учебников и литературы по теоретическим дисциплинам. У нас свободный выбор дополнительной специализации. То есть если кому-то больше интересно направление global business, пожалуйста, кому-то международные отношения, тоже пожалуйста. И у нас гибкая система скидок. Так вот, я думаю, что Марина Владимировна сейчас расскажет нам о системе скидок более детально. Так, Марина Владимировна, вам слово передаю. Спасибо, Денис Аркадьевич. Меня зовут Казакова Марина Владимировна. И я являюсь менеджером образовательной программы НИОШИ и университета Кенхи экономика и политика в Азии. Я бы хотела уделить внимание более организационным вопросам, а именно правила поступления, оплата, политика скидок и другие преимущества нашей программы. Итак, у нас существует три предмета, по которым мы принимаем результаты ЕГЭ. Это история с минимальным баллом 60, русский язык также 60 и английский язык 70 баллов. Кроме этого, на слайде вы можете увидеть список дисциплин. По ним мы принимаем результаты Олимпиад, которые также могут помочь вам успешно поступить к нам на программу. На следующий учебный год предполагается 80 мест для граждан РФ и 15 для иностранных граждан. Хотелось бы подчеркнуть еще раз, что это чисто коммерческая программа, соответственно, мне нужно уделить внимание вопросу оплаты. Первый, второй и четвертый курсы вы обучаетесь в Высшей школе экономики. Соответственно, в 550 тысяч рублей в год вы заключаете договор с НИОШИ и платите конкретно университетам. Третий же год вы обучаетесь в университете Кенгхи и в странах-партнерах. Соответственно, здесь вы заключаете договор именно с университетом Кенгхи. Вы не платите Высшей школе экономики. Это специфика и особенность нашей программы, потому что многие программы двух дипломов предполагают оплату как основному вузу, так и вузу-партнеров. В эту стоимость, да, кстати, третий год обучения у нас стоит 11 800 долларов. Вся эта стоимость будет включать не только обучение дисциплинам, не только получение знаний. Это и языковая, и теоретические стажировки, и полный комплекс учебников, различных методических пособий. То есть все необходимо для успешного освоения знаний и получения этих знаний. Далее я расскажу про очень важный и, наверное, приятный бонус, особенно для родителей. Это наша политика скидок. Первый год обучения, в целом политика скидок рассчитывается по результатам рейтинга. Первый год обучения – это результаты поступления, то есть результаты ЕГЭ, поэтому очень важно хорошо сдать ЕГЭ. Вы на слайде можете увидеть, как распределяются эти скидки, то есть это 25, 20, 15 и 10 и 5 процентов на каждое количество студентов. Более подробно на слайде. Второй, третий и четвертый годы обучения – это уже наш собственный рейтинг, который рассчитывается на среднем вале студентов и также распределяется по той же схеме. Третий год обучения, он такой специфический, как вы уже поняли, это даже скорее не скидка, а стипедиальный фонд. Он составляет 2% от всех полученных денежных средств. Представим, что у нас год стоит 11 800 долларов. Мы умножаем на общее количество студентов, которые едут за рубеж, это 76, например, и 2%. Вот полученное число и будет составлять общий стипедиальный фонд. Далее распределяется, опять же, по рейтингу студентов. Первое место – это 25% фонда, второе и третье – 20. Далее четвертые и пятнадцатые места распределяются поровну между студентами в порядке рейтинга, соответственно. Поэтому практически каждый второй наш студент имеет скидку. Как мне кажется лично, это отличный мотиватор, чтобы хорошо учиться, приносить бонус тебе и своим родителям. Далее хотелось бы уделить внимание военной кафедре. Я думаю, что многие молодые люди, которые сейчас нас смотрят, они уделяют этому внимание очень даже особенное. Для сержанта вы обучаетесь два года в течение второго и четвертых курсов. Соответственно, потому что третий год вы обучаетесь за рубежом, ну а первый вам приспособится к учебе, к университетской жизни, так сказать, насыщенной и интересной. Поэтому я считаю, что это очень хороший бонус для наших молодых людей. Сейчас у нас ребята учатся на военной кафедре, которая, в принципе, не мешает учебному процессу. И я думаю, они довольны. Возможно, вы Максиму зададите этот вопрос. Насколько я знаю, он там у нас проходил учебу. И далее я бы хотела уделить внимание такому вопросу, который возник на... Согласно нашей практике, совершенно недавно у нас проходило собрание с родителями, студентами вторых курсов, которые вот-вот поедут на свою стажировку. И очень многие уделяли вопросу как раз это общежитие. Потому что, ну, вы представляете, еще такой молодой человек, 20 лет и едет в какую-то там другую страну. Очень важно, чтобы то место, где он жил, где он проводил свое основное время, было недалеко от учебы. Так вот, общежитие в Кенхе находится, по моим свиданиям, как мне подтвердил Денис Аркадьевич, очень даже близко, что очень, я считаю, хорошо. Это такой гостиничный, так скажем, комплекс, двухместные номера, где есть и свой туалет, и душ, и телефон, в общем, все необходимое для студентов. Кроме того, на территории общежития есть и кухни, и столовые, и различная инфраструктура, все очень хорошо оборудовано, и такое шикарное место стоит всего лишь 270-350 долларов США. Ну, где-то в этом диапазоне. Поэтому отличное место, где ребята могут и учиться, это очень важно, но и также отдыхать, проводить время со своими новыми друзьями, которые они обязательно приобретут, я считаю, в Корее. Теперь я бы хотела передать слово нашим студентам, это Максим и Оля, которые расскажут немножко подробнее о том, как они видят эту программу, и вы им также можете задать впоследствии какие-то вопросы. Спасибо большое! Итак, добрый день всем! Я со своей коллегой Оля расскажем вам про летние стажировки от программы и внеучебную деятельность. Начнем со стажировок. Летние стажировки проходят студенты программы в трех странах, а именно, кореисты непосредственно в Канхи, в нашем пути-партнере, китаисты в Пекине и японисты в Осаке. Каждая стажировка по-своему уникальна. У кореистов есть две стажировки. Одна рассчитана на три недели, другая на семь. Они проходят языковую практику и изучают культуру стран. Те, кто выбрали китайское направление, проходят стажировку в Пекинском языковом университете. Прошу заметить, что это ведущий лингвистический университет Китая. Он был специально создан для обучения иностранцев китайскому языку и культуре. Длительность стажировки четыре недели. В основном это языковая практика. Японисты проходят стажировку в одном из ведущих университетов Японии. Это в университете Осака. Восемь недель, два модуля. Они также проходят языковую практику и углубляются в изучение своей страны. Я считаю, что все эти стажировки — это потрясающая возможность для студентов нашей программы познакомиться со странами Азии заранее перед своим третьим курсом, а также приобрести знания языка и культуры изучаемых стран. Дальше я хочу передать слово своей коллеге Оле, которая расскажет про внеучебную деятельность. Спасибо. Спасибо, Максим. На самом деле Марина Владимировна очень точно сейчас подметила, назвав нашу учебу насыщенной и очень интересной. И я бы хотела рассказать чуть подробнее о внеучебной деятельности на нашей программе, поскольку это один из часто задаваемых вопросов не только от родителей, но и от студентов. И на самом деле стоит сказать, что у нас очень много мероприятий и на самой программе есть. Например, мы проводим Восточный Новый год каждый год уже традиционно. Мы отмечаем Чусок — это корейский праздник урожая. А также у нас в конце года обычно есть традиционный пикник, который помогает студентам программы объединиться еще сильнее и почувствовать, что мы действительно огромная и сплоченная команда. Кроме этого, у нас проходит очень много мероприятий на факультете, поэтому неудивительно, что к концу года студенты не только нашей программы знают друг друга, но и студенты факультета вообще в принципе имеют огромную возможность познакомиться друг с другом. Поскольку мы говорили о военной кафедре, тут стоит упомянуть, что поскольку студенты, которые не участвуют в военной кафедре, у них получается своеобразный выходной, это в нашем случае четверг, но зависит. День остается свободным. И как раз вот этот день занимается практикой. То есть студенты в начале года могут подать заявки в компании, которые им предлагают. И, соответственно, если они проходят отборочный этап, то они могут пройти практику в компании, которую им хотелось бы. И это дает очень большой опыт не только работы с данными, но вы еще и начинаете понимать, как работает система именно в компании определенных стран. Например, я занимаюсь практикой в корейской компании, это Дом корейской культуры. И мне эта практика помогла познакомиться гораздо больше с корейской культурой и понять именно корпоративную этику этой страны. Да, спасибо за внимание. Спасибо большое, уважаемые коллеги. Давайте, наверное, поскольку у нас график чуть поджимает, мы, наверное, сразу перейдем к серии вопросов и ответов. И, наверное, я буду их адресовать в зависимости от того, кому на этот вопрос более с руки будет ответить. Мария Сергеевна, есть у нас какие-то вопросы пока? Да, вопросы есть, вопросов много. Поэтому сразу хочу отметить, что некоторые из наших коллег задали интересующие их вопросы в самом начале лекции. И в ходе презентации на эти вопросы уже был дан ответ. Поэтому я данные вопросы буду пропускать. Да, тут стоит сказать, что вся презентация будет записана. И, в принципе, всю презентацию вы сможете посмотреть в записи. Мы ее выложим на YouTube-канал или куда-то на другой источник в ближайшее время и разместим эту информацию на нашем сайте программы. Это для тех, кто опоздал и что-то не увидел. Мария Сергеевна. Первый вопрос поступил от Велены. Велена пишет. Так как даты по сдаче ЕГЭ были перенесены, будут ли перенесены даты подачи документов в ваш УЗ? Заранее спасибо. Да, безусловно, будут. Об этом мы гибкие. Об этом уже написал наш проректор Вячеслав Владимирович. Так что я думаю, что ваш Вячеслав Владимирович. То есть мы будем подстраиваться, разумеется, под ЕГЭ. Следующий блок вопросов от Виктории. Виктория нам прислала целых 10 вопросов. Мы ответим на некоторые из них, на остальные отвечу чуть позже. Где работают ваши выпускники? Ну, я только что сказал, опять-таки, Виктория, я на этот вопрос ответил. Во-первых, пока выпускников у нас еще нет. Некоторые наши студенты проходят практику, собственно, работают в корейских компаниях, в японских компаниях. Но мы планируем, что практика будет организована в компаниях, в банках, в министерствах и ведомствах, в органах, как они называются, средствах массы. Это мысль, органы государственной власти, средствах массовой информации. То есть, как я уже говорил на слайде, регионовед – это достаточно… У него поле деятельности достаточно широкое. Ну, я то, что вот придумал, то написал, но здесь как бы ваша фантазия должна быть намного больше, чем моя. Ну, как выпускников у нас нет, потому что мы начали только два года назад. Программа достаточно молодая, да. Далее Виктория интересуется, можно ли получить до балок ЕГЭ за Олимпиады, итоговое сочинение и законченное балетное училище? Нет. Мы дополнительные баллы не принимаем по той простой причине, что они нам не нужны. У нас есть минимальный балл по английскому, минимальный балл по истории, минимальный балл по русскому. Вот если вы набираете эти минимальные баллы, знаете, и оплачиваете там первые полгода обучения, заключаете договор и оплачиваете первые полгода обучения, вы поступили на нашу программу. Следующий вопрос, опять от Виктории. Она спрашивает, как проводится зачисление на платное обучение. Играет ли тут роль фактор скорости? Нет. Мы примем всех, несмотря на то, что написано у нас 80 человек. У нас были случаи, когда к нам поступало и чуть больше, чем 80. И даже если к нам условно придет 200, мы, конечно, чуть напряжемся, но мы примем все 200. То есть это политика нашей программы, это политика всего университета, высшей школы экономики. То есть да, для нас это будет сложно, но мы с этим справимся. Тогда мы переходим к вопросам от Алексея. Алексей спрашивает, сколько студентов на данном факультете учатся не только из Москвы, Московской области и Питера, но и из других некрупных городов? Вы знаете, я смотрел процент поступления, вот по крайней мере нашего первого курса. Это, ну, а, кстати говоря, коллеги, Максим, Ольга, как вы считаете, кто, кто, ну, вот вы хорошо друг друга знаете? Вот так вот, сколько вы на вашем курсе учатся примерно из Москвы и Петербурга и из других городов, например? Ну, как в процентном соотношении? Я думаю, ближе пополам, то есть половинчато. То есть половина у нас из столицы, из северной столицы, а другая половина уже из более отдаленных уголков нашей Российской Федерации, но и кроме Российской Федерации еще и иностранцы есть. Ну, я тоже смотрел, я видел, что примерно, судя по моим таким оценкам, когда процент поступающих на программу был, это где-то 60 на 40, ну, или 50 на 50, да, что, в принципе, примерно так, да, как Максим и говорит. Следующий вопрос. Алексей пишет. До поступления на данный факультет у нас есть три года. Подскажите, пожалуйста, как правильно подготовиться, чтобы 100% поступить на данный факультет? В каких олимпиадах участвовать и что они дают? Есть ли перед подготовкой онлайн, если абитуриент находится в другом городе? Если вы являетесь победителем, значит, список олимпиад, во-первых, он ежегодно не меняется, он висит на сайте. Если вы победитель олимпиады или призер олимпиады по обществознанию или по истории, вы можете претендовать на поступление на нашу программу без вступительных испытаний. То есть такой результат, как бы вы. Вот. Пожалуйста, выигрывайте олимпиаду, поступайте к нам. Вот. Что касается, как правильно подготовиться, я бы рекомендовал подготовиться в первую очередь по английскому, там будет самый высокий балл, да, проходной. Он уже сейчас 70, это, понятно, англоязычная программа. Ну, и знаете, я очень часто вижу слезы абитуриентов и, как бы, просьбы родителей, вот, о том, нельзя ли что-то сделать, чтобы там, условно говоря, абитуриент набрал 58 баллов из 60 по истории. Вот. Историю подтяните чуть-чуть. Да, ну и, безусловно, если вы хотите, как бы, подготовиться более детально, в высшей школе экономики есть факультет доузовской подготовки, вот, и который, он, причем, работает в онлайн-формате, вот, и в оффлайн, и в онлайн-формате, вот. То есть, я думаю, что людям из других городов это будет интересен более онлайн-формат, вот. Стоит он относительно недорого, вот, туда можно прийти и подготовиться, это хорошо подготовит вас к сдаче ЕГЭ. Следующий вопрос. Здравствуйте, я хотела бы узнать, есть ли больше информации о сотрудничестве с университетом Фудань? С университетом Фудань. В Фудань студенты едут на полгода в течение третьего курса, вот. Заключено соглашение между университетом Кенхи и университетом Фудань. Там, если вы увидите, если вы посмотрите наш сайт, разделы партнеры, вы увидите непосредственно, какая школа в университете, если я не ошибаюсь, это школа китайского языка и культуры, университет Фудань, как раз реализует эту программу для наших студентов в течение третьего года обучения. Я прав, Максим? Да, конечно. Я бы уже отборил, да, конечно. А, все, хорошо, ладно, договорились. Далее у нас спрашивают, в чем заключаются отличия между вашей программой и востоковедением? Ну, опять-таки, все отличия у нас расписаны буквально на сайте, коллеги. Ну, главное отличие, у нас два диплома, у них один, у них обучение пять лет, у нас обучение четыре года. Вот. Ну и по содержанию, наверное, в первую очередь это главное содержание, ведь, да, а не оболочка, да. Да, поймите, регионоведение выступает больше за экономику, политику, международные отношения, которые привязываются к региону. Это содержание учебного плана. Востоковедение выступает в первую очередь как изучение философии, культуры, религии, истории и так далее. То есть гуманитарных дисциплин. То есть вы поймите, что направление подготовки зарубежного регионоведения относится к наукам, к социальным наукам, наравне с международными отношениями и, между прочим, наравне с экономикой. То, в то время как востоковедение относится к гуманитарным наукам, к гуманитарному блоку дисциплин. К таким дисциплинам, как история, филология, философия и так далее. Высшая школа экономики разделяет нас. То есть мы находимся в социальном блоке дисциплины, они находятся в гуманитарном блоке. В этом, наверное, самое главное отличие. Какого уровня английского языка будет достаточно для комфортного обучения? Не будет ли сложно с уровнем В2? Если вы 70 баллов по ЕГЭ наберете, вам не будет сложно. Это уже мало того, что это уже испытали и студенты нашей программы, которые два года обучились. В принципе, мы брали эти 70 баллов по ЕГЭ с тем опытом, что другие англоязычные программы высшей школы экономики, такие, например, как программа МИЭФ или программа международные отношения с Лондонским университетом нашего факультета, тоже примерно такие же баллы устанавливают в районе 65, 70 или там 75. Вот мы взяли примерно средние 70, чтобы было все хорошо и чтобы студенты понимали. Но я не знаю, Ольга, Максим, скажите, В2 это будет достаточно для студентов, на ваш взгляд? На самом деле у нас при поступлении на первом курсе большая часть говорит на уровне В2 или ниже. У меня лично уровень С1, поэтому насчет того, насколько легко, не могу сказать. Но на самом деле у нас за счет того, что студенты все друг дружку подтягивают и всегда готовы помочь, и учитывая то, что все пары проходят на английском языке, ну, кроме языков, понятное дело, студенты под конец подтягиваются и у всех примерно одинаковый уровень устанавливается. То есть уровень В2 это, я бы сказала, прям идеальный уровень, с которым можно идти к нам на программу. Переходим к следующему вопросу, вопрос от Ангелины. Каковы последние сроки подачи документов? Можно ли подать документы по электронной почте? Вы знаете, этот вопрос на самом деле лучше будет задать. Я понимаю, с чем связан такой вопрос. Вы знаете, давайте этот вопрос лучше адресовать приемной комиссии, потому что я думаю, что будут перенесены и сроки приема документов, и формат приема документов тоже будет перенесен, возможно, или как-то облегчен. Поэтому давайте подождем, и в ближайшее время, я думаю, следите за информацией на сайте нашей программы и на сайте Высшей школы экономики в целом. Я думаю, что как-то будет в ближайшее время доступна информация об этом. Честно говоря, у нас еще очень много вопросов, а время у нас поджимает. Поэтому я предлагаю нашим дорогим абитуриентам немножко подождать, и мы в ходе следующей презентации, следующая будет презентация мировой экономики, мы ответим на ваши вопросы именно в личку. То есть вы увидите ответы в чате. Да, отличная мысль, давайте так и сделаем. Если вдруг мы на какие-то вопросы не ответим, пожалуйста, пишите, все наши контакты есть на сайте Высшей школы экономики, на сайте нашей программы. Пишите, пожалуйста, Марине Владимировне, пишите Марии Сергеевне Дубышевской, Марине Владимировне Казаковой. Находите, в конце концов, наших студентов. Мы все представлены во всех наших всевозможных, я не знаю, сообществах ВКонтакте, Фейсбуке, Инстаграме, где нас только нет. Наши студенты нам тоже помогают, отвечают. Вы можете найти, я думаю, что ответы на большинство вопросов, а также они более искренне, наверное, ответят вам на какие-то другие вопросы, которые вас могут заинтересовать как будущих студентов нашей программы. А сейчас большое спасибо. Пожалуйста, не отключайтесь. Мы сейчас временно видео остановим. Это не значит, что мы отключим трансляцию, мы просто видео остановим, чтобы передать руководителю другой программы слово.